добро пожаловать на канал inspired by candles и сегодня настал тот звездный час вот этой вот малышки сегодня я буду ее тестировать в надежде что все получится и расскажу вам и покажу как именно я тестирую какие критерии и сколько время это занимает вот здесь вот у меня записаны все мои данные с прошлого видео а здесь тест горения и конкретно что мы будем сегодня проверять обычно как тестируют свечи зажигают свечу и дают ей гореть четыре часа но каждый час вы подходите к свече и проходитесь по всем этим параметрам то есть записываете за первый час какого размер фитиля температура банки плавление поверхности воска то есть на сколько процентов он растопился далее проверяйте если у вас появляется черный дым именно с фитиля маршруминг это когда ваш фитиль после горения напоминает вам гриб это происходит из-за того что на кончике фитиля накапливается углерод и все потому что ваше пламя употребляло слишком много воска и масла и возможно еще красителя но в основном это из-за того что у вас фитиль был обрезан слишком высоко цены link это от слова туннель туннель это означает что у вас воск расплавился так что образовался туннель вокруг фитиля и например из-за этого туннеля у вас свеча будут просто опускаться посредине до самого низа во время как вокруг поверхность вообще не будет затрагиваться это означает что свеча не удалось поэтому самое главное чтобы этого туннелинга не было и я всегда проверяю плавление вглубь потому что иногда бывает очень толстый фитиль он горит так что у вас плавится воск вглубь на несколько сантиметров а это не очень хорошо потому что от этого нагревается вся банка очень сильно особенно если это происходит в первые четыре часа это не очень хорошо так как далее банка будет все горячей и горячей и записываем такие две мелочи не менее важные это открытое окно или закрытое и какая комната маленькая большая кухня туалет проверяем всегда в разных комнатах свечу для того чтобы понять как она будет гореть у людей какой будет аромат все вот эти данные я буду просто копировать и вставлять каждый час обычно я вообще ничего этого не пишу я просто уже знаю что да как вот так выглядят обычно мои тесты это единственное что я обычно записывал потому что все остальное я уже как-то знаю я еще забыла записать одну деталь самое первое перед тем как зажигаем свечу оцениваем запах холодного воска то есть из десяти а потом уже каждый час можно дописать например насколько был интенсивный аромат аромат холодного воска сейчас естественно 10 из 10 очень хороший запах далее нужно проверить если фитиль не слишком длинный так как я обрезала на глаз в общем самый допустимый размер это 07 миллиметр фактически 0708 но это нормальная высота фитиля если что всегда можно обрезать лучше обрезать потом чем изначально сделать слишком короткий фитиль и в итоге ничего тестировать не придется потому что свеча не будут нормально гореть сейчас начнется самое интересное и если вы думали что тест длится всего лишь четыре часа то вы слишком положительно об этом думали потому что тест будет длиться до бесконечности до тех пор пока свеча не закончится но я не так уж часто до этого доходило потому что сразу понимала когда у меня когда мне не стоит уже продолжать и нужно что-то исправлять итак начинаем наш первый час и зажигаем наконец-таки эту красотку я уже сразу вижу что фитиль слишком высокий поэтому я лучше его обрежу сразу потому что такое пламя считается слишком высокая я изначально знала что фитиль немножко высоковат но почему-то я посчитала что это не помешает и теперь я взяла вот такие вот кусачки потому что те ножницы уже не особо помогут так как не за что держать когда уже немножко сгорела верхушка будет намного проще отрезать и немного выровняю и все теперь пламя должно быть не таким сумасшедшим и так начинаем тест заново сейчас вы увидите большущую разницу вот такое маленькое миленькое пламя примерно должно быть остается только включить таймер на час и ждать него могу точно сказать что вот это вот самый верный размер до которого вы должны отрезать фитиль просто вот наглядно всегда представляете каким-то образом пол сантиметра и вы со временем привыкнете к этому первый час прошел вот так выглядит сейчас свеча мне нравится насколько она растопилась потому что если бы она растопила сейчас всю поверхность то я бы уже закончила этот тест и видео бы вышло очень коротким а так я вижу что есть какой-то прогресс и возможно к четвертому часу она растопит всю поверхность либо даже ко второму кругу четырех часов и это будет прям вот самое идеальное сейчас я хочу пройтись по всем пунктам о котором я вам говорила и буду заполнять самое первое размер пламя обычно я не измеряю потому что вижу что она нормальная но для вас примерно измеряю это где-то полтора сантиметра далее обычно я проверяю температуру банки но так как здесь такая баночка широким диаметром получается что она совсем еще не нагрета пока воск не расплавит не расплавится по бокам так что температуру банки я пока что не буду писать плавление поверхности воска меньше половины это точно где-то тридцать может быть процентов может быть 40 черный дым черный дым у нас естественно не идет маршруминга у нас тоже нету тоннелинг пока что мы не наблюдаем так как это всего лишь первый час он абсолютно ничего вам еще не говорит про свечу хорошая она или плохая плавление вглубь я бы не сказала что это можно сейчас оценить потому что она растопилась только там где фитиль стоит а по бокам еще ничего не растопилась так что это тоже мы можем не считать ну и аромат конечно 10 из 10 на всю комнату для моего же удобства я воспользуюсь вставкой фотографии мне очень удобно просто вот так вот с этой же программы брать фотографировать вот так вот именно сверху свечу чтобы было видно на фотографии где как бы она растопилась докуда дошла и еще я люблю добавлять фотографию вот отсюда вот с вот этого ракурса вот так вот для удобства вместо того чтобы писать словами проценты сразу можно посмотреть и оценить потом все 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 фотографии отчитываюсь вам за второй час вот так выглядит свеча мне даже кажется что немножко вырос выросла пламя может быть на пару миллиметриков но так в остальном нормально поверхность по моему не слишком изменилось может быть совсем чуть-чуть по бокам баночка становится немного такая тепленькая принципе можно и не проверять даже температуру но для вас я хочу вам показать как я обычно проверяю я прикладываю вот так вот сейчас 34 потом смотрю с другой стороны с этой стороны с этой стороны вообще холодной почему потому что фитиль не вышел посредине от видите он немножко уходит вправо это как раз очень важный момент то что я вам говорила покупайте обязательно эти шаблоны для того чтобы фитиль у вас клеился посредине иначе у вас может свеча гореть неравномерно и возможно одна часть будет очень сильно нагреваться может даже лопнуть если это особенно стеклянная стеклянный контейнер вот здесь видите 27 здесь тоже холодно вся вот эта вот сторона холодная вот вот эта фотография мне очень сильно нравится посмотрите как хорошо видно насколько растопилась свеча на третий час пламя стало намного выше и это в принципе не очень хорошо потому что она может становиться все выше и выше то есть из-за этого она может быть опасным самое главное сейчас проверить температуру 33 8 не особо приближается к тому чтобы растопить всю поверхность но пока что я ничего еще не буду говорить так как нужно еще проводить возможно еще один круг четырех часов и только тогда можно будет понять если эту свечу не выбрасывать мусор или продолжать тестировать размер пламя примерно 2 сантиметра так финальный последний четвертый час и вот так выглядит свеча вся поверхность не растопилась пока что также вы видите фитиль почему-то опустился точнее наклонился вперед само по себе пламя мне кажется немножко тоже увеличилась она доходит почти до двух с половиной сантиметров я подобрала самый толстый самый крупный фитиль который только мог быть в магазине у меня диаметр банки получается 70 миллиметров это 7 сантиметров магазине насчет этого фитиля было написано что он подходит для 80 миллиметров и выше и также вот как влияет фитиль на то как плавится равномерно поверхность здесь практически до края банки воск растопился а здесь остался большой еще такой кусочек до которого фитиль возможно и не дойдет вот поэтому всегда следите чтобы ваш фитиль был прям посередине вот у меня кажется бутон посередине но на самом деле он наклонен на правую сторону так как возможно опять начал отклеиваться когда я уже заливала воск добренькое утро сейчас 8 30 утра следующий день и я уже настроена на второй круг четырех часовой вот так она выглядит после того как застыла если вы не знали то соевые свечи застывает так некрасиво я вам потом покажу мне седло свеча поверхность какая-то вся в дырочках в общем я очень довольна как выглядит поверхность свечи просто гладенько красивенько и я уже подрезала фитиль ведь фитиль еще более не по центру стал он немного наклонился к чему-то вперед получается начинаем пятый час теста прошел последний четвертый час и вот сейчас я могу вам точно сказать как выглядит настоящий туннель видите очень много осталось воска особенно на этой стороне потому что фитиль видите наклонился в одну сторону вперед и здесь он растапливает воск до этой стороны кажется никогда никогда не дойдет только возможно если свеча уже опустится аж до сюда и банка будет очень сильно нагреваться тогда возможно она растопится на это уже неудачная свеча я думаю возможно попробовать с двумя маленькими фитилями потому что слишком широкий диаметр с одним фитилем здесь немного сложновато работать потому что не хочется сильно мощное пламя чтобы банка сильно не нагревалась ну и нужно такое достаточно хорошее пламя чтобы она растопила всю поверхность а с одним это не всегда так просто сделать первый час я вообще забыла сфоткать потому что там ничего интересного не было не сфоткала 2 3 4 час как вы видите фитиль постепенно растапливал поверхность но вот этот вот месяц красивый который остался он не растопится никогда или очень не скоро потому что довольно толстый слой очень толстый если бы оставалось по бокам вот так как вот здесь я была бы счастлива потому что тогда я на правильном пути была бы а вот это вот туннель такой нам не подходит и придется тестировать два фитиля на этом этапе тесты я прекращаю с этой свечой и буду тестировать два фитиля потому что смысла нету продолжать для меня эти восемь часов теста показали все 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 что этот фитиль совершенно не годится для этого диаметра банки большое спасибо вам за просмотр и я надеюсь вам это видео было очень полезным и информативным если это было так то обязательно пишите мне в комментариях что он было интересно и полезно вообще что вы узнали впервые желаю вам прекрасного настроения на создание новых свечей и увидимся уже с вами очень скоро